Только вы будете знать о том, чем вы воспользовались. Они такие стойкие, мама не горюй. Я прям была в приятном шоке, если бы моя кожа излучала естественное свечение на максимальной громкости, это был бы вот такой оттенок. Вот это идеальные подружки для повседневного макияжа. Всем привет! Сегодня у нас с вами особенная тема. Мы будем собирать бюджетную косметичку с нуля. Я покажу все самое достойное, самое любимое, самое приятное и простое в использовании. Давайте уже поскорее начнем разбираться, как же должна выглядеть косметичка современной девушки в 2020 году. Поехали! Относительно недавно я познакомилась с шикарнейшим тональным средством, которое называется Enough. И у меня это сначала была версия Collagen. Мне оно настолько понравилось. Это прям, знаете, мой идеальный вариант на каждый день. Здесь супер большой объем, влажный, сияющий, светящийся финиш. Мне кажется, что больше всего подойдет для сухой и для комбинированной кожи. Но 21-й оттенок оказался для меня чуточку темноват. То есть мне нужно воспользоваться автозагаром или же подождать солнечных дней, немного подзагореть естественным способом. И тогда все было бы хорошо. Но я на этом не остановилась и заказала еще три тональных средства от того же производителя. Мне кажется, что вот это, которое тоже называется Collagen, но оно идет с увлажнением и с отбеливанием. По тому, как оно выглядит на коже, очень похоже на своего голубого брата. Я не заметила, что было какое-то отбеливание кожи. Возможно, его нужно использовать гораздо дольше. Но это такая же приятная, увлажняющая кремовая формула. То же самое я могу сказать обо всех остальных. Это тот тон, который сам по себе наносится пальцами. Вам не нужны никакие дополнительные гаджеты. Нужно совсем чуть-чуть. И степень покрытия у вот этих тональных средств приблизительно одинаковая. То есть это уровень легкого и среднего покрытия. На мне они очень хорошо держатся в течение дня. Можно даже не припудривать, они не заваливаются в морщинки, в поры. Я не знаю, как им удалось этого добиться, но это как ваша кожа, только в ее самом лучшем состоянии. Еще один момент. Вот этой отбеливающей версии номер 21 очень хорошо подходит мне, даже когда я совершенно не загорелая. Также я заказала версию с пептидами. Она предназначена для чувствительной, для такой раздраженной кожи, для пересохшей. Нам обещают полное покрытие с PF50, еще и PA++, то есть максимальная защита от солнца. И действительно, по текстуре он тоже кремовый, наложится более плотно. И при том, что это довольно плотное покрытие, я могу сказать, что это все еще выглядит естественно. Также пробовала наносить его под глаза в качестве консилера. Хорошо перекрывает, хорошо держится, не вызывает никаких раздражений, неприятных ощущений, там, сжения и так далее. Но я еще раз должна подчеркнуть то, что все вот эти три тональных средства, они дают ощущение такого улажняющего крема на лице. Они дарят ощущение комфорта сухой и нормальной кожи. Это просто замечательный вариант на каждый день. И на мне они держатся, но не факт, что будут хорошо носиться на жирной комбинированной коже. Будьте готовы к тому, что блеск будет проступать довольно быстро, что придется использовать матирующие салфетки, но зато вашей коже будет комфортно, и она не будет стягиваться, она не будет пересыхать, и это будет такой, как дополнительный улажняющий защитный слой для вашей кожи, особенно в межсезонье или в холодное время года. Я обязательно буду пользоваться даже летом, потому что мне нравится, когда лицо блестит, вот когда наносишь уход, и оно такое вот сияющее. Я это обожаю. Кстати, для того, чтобы они не забивали поры, обязательно нужно использовать гидрофильное масло или гидрофильный бальзам, и еще дополнительно умываться пенкой. В принципе, когда я пользуюсь любым тональным средством, я стараюсь поступать таким образом. У меня был перерыв без гидрофильного масла, но я к нему вернулась, и я не заметила каких-то высыпаний или проблем с кожей с тех пор, как я начала пользоваться этими тональными. И также я заказала еще вот этот с муцином улитки. Тоже обещают увлажнение. SPF 30, просто класс, PA+++. Вот этот у меня в оттенке 21, хорошо подходит сейчас, и вот этот взяла в 13. И вот эти вот 3 новых баночки я заказывала на мейкапе, когда была в Украине. Каждый раз, когда я еду к маме, даже если на день-два я успеваю оформить заказ на мейкапе. У них самый большой ассортимент, даже когда мне нужно что-то эдакое, что-то особенное у них-то обязательно есть. Мы с ними давно дружим. Я также снимаю видео для их канала, тестирую какую-то косметику, которая иногда не появляется у меня здесь, но у них есть еще больше обзоров от меня. Уже думаем о каких-то новых выпусках. И вот когда я набегами появляюсь в Украине, они за один день успевают доставить мне все то, что мне нужно. Так что если вы хотели что-то заказать там на все праздники, себе или кому-то в подарок на 8 марта, то заглядывайте к ним. В Польше они отправляют из Makeup.pl. Там у них заказала два аромата на весну. Сделаю для вас подборку с такими весенними средствами. Весенний, летний, наверное, уход, декоративка, ароматы и всякое разное. Возможно, как-то разделю. Еще посмотрим. И у них еще есть отделение по Европе. Я оставлю информацию внизу. И Makeup Store отправляют в Россию. Недавно они появились в Казахстане. В общем, если я что-то пропустила, не назвала какой-то оттенок, или вы по описанию что-то не успели понять, запомнить, в инфобоксе я оставлю все нужные ссылки, полностью всю информацию. Как обычно, я максимально много работаю над тем, чтобы вам было удобно не только послушать меня, но и потом как-то это зафиксировать в памяти и знать, где это искать. Давайте все-таки вернемся и закончим обсуждать тональное средство ИНАФ с муцином улитки. Я должна сказать, что с муцином улитки у меня довольно странное отношение, потому что, казалось бы, этот компонент должен хорошо восстанавливать, увлажнять, как-то заживлять кожу. Но на практике все средства с муцином улитки на моей коже работают несколько иначе. Да, они заживляют, но увлажнения я не ощущаю. Это касается сывороток, кремового, всего остального. И этот тон не стал исключением. То есть он также хорошо наносится. Но вот по ощущениям он именно, знаете, менее улажняющий, что ли. Он не такой блестящий в течение дня. И по стойкости это то же самое. И по удобству, по простоте использования, да. В общем, мне кажется, что этот тон как раз больше подойдет тем, у кого комбинированная и жирная кожа. И что он не будет так сильно блестеть. Но при этом это будет комфорт в течение дня. И я не знаю, как им удалось это создать. Но вот бренды NAV меня просто влюбил в себя. И я даже не могу сравнить их с чем-то люксовым. Вот честное слово. Это очень красиво выглядит на коже. Это дорого. Это эффект ухоженной, такой холеной, не перегруженной кожи. При этом все несовершенства скрыты. То, как они быстро распределяются, это на грани фантастики. Честное слово. Он нанес раз-раз-раз, ничего там не нужно растирать. Он чуть-чуть подвпитался и класс. А вот что касается стойкого тонального крема, который гарантирует мне безупречный макияж, вне зависимости от погодных условий. Потому что если будет жарко, то, конечно, вот этот тон поплывет быстрее, мне так кажется. Зато вот этот будет держаться с утра и до поздней ночи. Я его обожаю за то, насколько красиво он сглаживает лицо. Как он скрывает поры, как он держит всю косметику, там, румяна, бронзер, хайлайтер и так далее. И он еще и не ощущается такой железобетонной штукатуркой. Дает, как по мне, среднюю плотность покрытия. Его можно растянуть или, наоборот, наслоить там, где вам нужно. Такая жидкая текстура тона дает нам время на его распределение. И только потом он усаживается и застывает, при этом не стягивает кожу. Нет ощущения вот этой какой-то маски. И очень люблю, и мой самый универсальный оттенок на практически любое время года это 0.10. Два супер классных консилера, белорусский Lilo. О нем еще ни разу не было на моем канале. Так что сегодня премьера. Два супер классных консилера Lilo, о котором я никогда не рассказывала. Сегодня его премьера. И вот этот Eveline. Eveline вы уже неоднократно видели в действии на моем канале. Он кремовый, он увлажняющий. Это средняя плотность покрытия. Я часто ношу его вместе с вот этим тоном. И для того, чтобы он хорошо держался, или когда мне хочется выглядеть по-особенному красиво, я делаю полный макияж, я припудриваю его при помощи обычной прозрачной пудрой. И тогда он держится с утра и до поздней ночи. Консилер Lilo более плотный по текстуре. И он как бы немножко схватывается, но при этом комфортно ощущается. И все еще остается в рамках такого реалистично выглядящего макияжа. То есть он искроет синячки и при этом не смотрится такой тяжелой, сушащей, застывающей штукатуркой. Очень классно. Я даже не ожидала, что мне настолько понравится. Я люблю желтоватые консилеры, поэтому взяла 53 оттенок. Он чуть-чуть темнеет, но все равно красиво сливается с общим макияжем и по стойкости он хорош. Недавно у меня закончилась моя любимая пудра, которой я всегда фиксировала все консилеры под глазами. И также наносила ее на Т-зону. Очень сильно нахваливала. Это была пудра от Too Faced. До сих пор считаю ее лучшей пудрой в люксовом сегменте. И собралась уже заказывать новую, но наткнулась на вот такую банановую пудру от марки Essence. Вы можете мне не верить, но это гениальная пудра, которая точно так же работает. Я боялась, что она будет пылить, что будет какое-то вот меловое такое ощущение на коже, что это будет смотреться некрасиво. Но знаете, как это бывает даже с люксовыми пудрами на самом деле. И оказалось, что она имеет настолько мелкий помол, и что она так красиво подсвечивает область под глазами. И при этом в ней нет никаких блесток, и она еще как бы матирует кожу и фиксирует макияж. Там, не знаю, консилер, тон, все, что вам нужно. Ею также можно поправлять то, что у вас уже есть на лице через несколько часов после нанесения, если вы хотите избавиться от блеска. Она не видна на коже, но при этом это очень красивое такое выделение нужных зон. То есть, как раз вот хорошо под глаза наносить и на центр лица. Я прям была в приятном шоке. У нее еще и минимальный расход. И вы знаете, пока что я не собираюсь возвращаться к своей дорогой любимице, потому что это работает ни чуточку, ни хуже. На периферию лица я очень люблю использовать сияющую пудру. Это, если говорить о люксовом сегменте Hourglass. А ее бюджетный аналог это пудра от марки Golden Rose из линейки Nude Look. Сразу скажу, что у них есть только один оттенок этой пудры. Он такой жемчужно-ванильный. И он не подойдет только тем, у кого супер розовый подтон кожи или у кого очень-очень светлая фарфоровая кожа. Все остальные могут пробовать даже на загорелой коже или на таком среднем оттенке кожи, как у меня. Это смотрится очень красиво. Эта пудра также не пылит. Это финишная пудра, которая является вот такой финальной точкой в макияже. Если ее набрать на палец, то она видна. Наносишь, она просто красиво отражает свет, но сама по себе дополнительного покрытия не дает. Я очень люблю использовать такое средство, когда я уже полностью накрашена. Там тональный бронзер, в общем, полный фарш, знаете, румяная. И когда это все уже хочешь максимально растушевать, чтобы это было очень гладко, очень так вот мягко выглядела на коже. Я беру эту пудру, большую кисть пушистую и прохожусь по лицу. Мне уже сегодня всего достаточно гулять так гулять, знаете, и помаду поярче, давай тут и тени. Так что сегодня можно. В общем, Golden Rose за небольшую цену сделали для нас с вами продукт, который создает видимость отдыха, того, что мы хорошо спим, хорошо питаемся и также следим за собой. Эта пудра создает на лице такой холеный, дорогой лоск и только вы будете знать о том, чем вы воспользовались. Прозрачная, матирующая, фиксирующая пудра от марки Eveline. В упаковке она кажется белой, но на самом деле она абсолютно бесцветная, главное ее не наносить много. И она дает эффект разглаживания лица, она стирает поры, как ластик. То есть, создает эффект рассеивания света, такой софт-фокус, отличная вещь для усаживания всяких увлажняющих, сияющих тональных средств. И также, если на лице есть несовершенство, она визуально их сглаживает. В 2020 году мы продолжаем следить за нашими бровями, важно, чтобы они были, подчеркиваем их естественным образом. И в этом нам помогут карандаши, какие-то тени и также помадки для бровей. Конечно же, я не могу не вспомнить о карандаше от марки Vivienne Sabo. Они вообще такие бровные короли среди масс-маркета. И у меня оттенок 01, он очень хорошо подходит даже шатенкам, таким светленьким. Или если у вас пшеничные волосы, то вот этот холодный оттенок тоже очень симпатично смотрится на бровях. Правильный серо-коричневый подтон. Очень нравится то, что есть щеточка и жесткость у него такая, как надо. Он в меру мягкий и не слишком жесткий. Очень люблю. Также в последнее время мне очень полюбился карандаш от марки Luxe Visage. Это их новинка. Называется он Filler & Fix. У меня оттенок 501 Taupe. Но учтите, что Taupe, он не совсем Taupe, потому что он больше подойдет таким девушкам, как я. То есть, таким довольно светлым блондинкам. И мне нравится то, что это два в одном. Он уже такой жирненький, когда прокрашиваешь брови, не совсем понятно, чего ожидать. Но потом берешь щеточку, начинаешь вычесывать, и волоски сразу фиксируются в таком направлении, как мне нужно. И это что-то такое новое на рынке, как мне кажется. Luxe Visage большая. Молодцы. Мне очень понравилось. Вот этот карандаш тоже Luxe Visage. Он механический, тоненький. Он похож на Vivienne Sabo по жесткости. И оттенки очень приятные. То есть, естественно, будет смотреться на бровях. При этом вы сможете закрасить какие-то пробелы. И вот здесь Taupe. Он более такой серо-коричневый. Он потемнее. И он уже такой, наверное, самый универсальный. И мне кажется, что будет самым ходовым. Немного призабытые мною тени для бровей. Но откопала их. И вот последние дни тоже пользуюсь. Сегодня они также на мне. Это марка Freedom. У меня оттенок Blonde. Это абсолютный аналог теней для бровей от Анастасии Beverly Hills. Которые уже на протяжении нескольких лет со мной. И вот эти ничем не уступают. У них также есть Taupe. Такой классический серо-коричневый. Этот блонд немножко с оливковым подтоном. Если у вас такой же тип внешности, как у меня. В камере может смотреться по-разному. Но поверьте мне на слово, что я теплая блондинка. То есть у меня такие золотистые волосы. И желтоватая кожа. То вам подойдет именно такой блонд. Всем остальным можно смело вслепую брать Taupe. И большинству девушек именно он подойдет. У меня также есть небольшая просьба к вам. Если вы любите такие видео. Если этот ролик оказался для вас полезным и интересным. Не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Я очень ценю вашу обратную связь. Таким образом я буду видеть, что эта информация вам нужна. И также как можно быстрее приготовлю для вас подобного плана видео об уходе. Гели для бровей. Я, к сожалению, нигде не могу поймать их. Прозрачный гель для бровей. У меня есть только оттеночный. В номере 02. Мне хотелось бы посветлее. Он такой универсальный. Немножечко темнее на бровях, чем вы видите в упаковке. И очень хорошо фиксирует. Вот прям так, как я люблю. И как назло. Вивиан Сабо, пожалуйста, помогите мне достать ваш гель для бровей. Ну что ж такое-то. И новинка прошлого года от Буржуа. В двух оттенках мне подходит тот, который посветлее. Очень аккуратная щеточка. Это цветной гель с фиброй. То есть он делает ваши брови более пушистыми. Но наносится вот так, как надо. И не слишком много. И при этом хорошо прокрашивает. Но они нарисуют вам двойные брови. Вот знаете, когда накрасил, думаешь, господи, половину нужно вытереть. Нет, вот здесь прям, знаете, золотая середина. Хорошо прокрашивает бровки. Скрывает какие-то пробелы. Также придает им визуально объем. И на долгое-долгое время оставляет их в таком положении, как вы их укладываете. Бронзеры, скульпторы, румяна и хайлайтеры. Вся вот эта категория. Начну с того, что часто со мной в поездках. Потому что это компактно. Это всегда работает на 100%. И оттенки очень удачные. Чем бы я не красилась в дальнейшем, это смотрится уместно. Также использую вместо теней. Это марка Хеан. Я как-то пару лет тому назад показывала ее. Потом подарила подружке. И вот теперь снова обзавелась. Очень красивый, правильный серо-коричневый матовый. Скульптор, наверное, даже больше, чем бронзер. Румяна. Они такие персиково-розовые. С золотистым переливом. И они очень сияющие. И такой ванильный хайлайтер. Тоже яркий. И все это можно наносить в маленьком количестве или наслаивать для вечернего эффекта. Откопала в своей косметичке матовые скульпторы от марки Эстрады. И да, они действительно одни из самых классных на рынке. И еще я видела, что девчонки показывают палетки. Такие со скульптором, румяна и с очень красивыми хайлайтерами. Он у меня тоже есть от Эстрады. Но я сейчас не успела его найти. Но я хочу вам сказать, что если вы где-то ее встретите, то она очень сильно заслуживает вашего внимания. Потому что оттенки правильные, хорошо тушуются. И все то, что я сегодня показываю, вы понимаете, что это работает вот так по щелчку пальца буквально. Конечно же, палетка от Lamelle. Особенно если вы не постоянно чем-то пользуетесь и вы хотите сразу все в одном. Здесь есть бронзер, скульптурирующий продукт. Несколько оттенков румян. Они очень шелковистые, красиво ложатся, очень быстро и просто наносятся. Вы можете их миксовать между собой. Также есть красивенный хайлайтер. Он дает такое, как мне кажется, оптимальное свечение. Меру яркое и отчетливо заметное. Если вам нужны сияющие румяна, вы всегда можете добавить немножко хайлайтера на кисть, румян. Все это смешать и нанести на лицо. И также я пользуюсь вот этой штучкой вместо теней. Так как сегодня мы говорим обо всех категориях, не могу не вспомнить о сияющих бронзерах. Да, это необязательное средство, но как же красиво это смотрится летом. Особенно на чуточку такой под загорелой кожи, когда ты поворачиваешься, а у тебя такой отблеск, как будто ты приехала с Мальдив. В общем, это просто как новый уровень вашего макияжа. Еще что-то экстра. Если у вас еще и намечается какой-то праздник, то почему бы себе не позволить еще какое-то маленькое средство в косметичке, которое порадует вас и сделает ваш макияж по-настоящему таким праздничным. Хотя я пользуюсь вот этими вещами даже в повседневном макияже, когда мне хочется быть такой глоу и такой еще более сияющий. Для меня это все. То есть, если мне сделать матовую кожу, то я действительно буду страдать. И я всегда за блеск, да, побольше. И на самом деле больше матирую лицо только для видео. Или тогда, когда я знаю, что будут фотографировать, ну, всякое такое. В общем, сияющие бронзеры. Очень люблю и, наверное, заметно, потому что нет ни одной надписи. Это сияющий бронзер от марки Catrice. Причем даже можно сказать, что это немножко как скульптор. Если у вас светлая кожа, то на вас это будет смотреться гармонично. Если вы супер загорелая девушка, то, наверное, для вас это больше хайлайтер. Очень сильно сияющий продукт. Я смешиваю кисточкой прям все пять оттенков на лицо. Обожаю. И также новинка прошлого года. Это бронзер от марки Everline. Он такой запеченный. Красивый оттенок на самом деле. Но его нужно набирать, опять же, на такую пушистую кисть. Это бронза. Причем вот текстуры у него как таковой особо нет. Только такие как бы сияющие частички, которые нужно вполировать в кожу. И тогда он ложится тоненько и красиво отражает цвет. И в помощь вам самая обычная, самая простая пушистая кисть, которую вы, например, используете для пудры. Или если что-то пошло не так, вы можете взять любую кисточку и еще раз вот просто помахать из сторону в сторону. Как бы шлифовать кожу. Но я научилась им работать. У меня было несколько собиралок с ним. Очень сильно люблю. Румяна. Румяна покажу всего одни, точнее от одного производителя. Это марка Bourjois. Мне в них нравится все. Есть неплохие у Catrice, есть классные у Kiko. Но вот эти столько лет уже со мной, что мне хочется выделить их. Особенно оттенок 34. Это аналог румян Orgasm от Nars. Это красивый такой розовый оттенок с золотистым шиммером. Очень естественно смотрятся на коже. Придают ей свежесть. Какой-то такой отдохнувший вид. И второе в номере 48. Это запеченные сатиновые румяна. Они без частичек. Это как бы такой перелив на кожу, но это не блеск. Сегодня я немножко и добавила. И вот только в мак я видела что-то похожее по эффекту. А цвет абсолютно гениальный. Ничего похожего я не встречала. Потому что это такой холодный розовый оттенок. И на самом деле он очень красиво смотрится во многих макияжах. Даже если есть какие-то теплые тени, то он с ними не конкурирует. Не смотрится как-то так неуместно что ли. То есть это на любой случай. Берешь, наносишь, не перебарщиваешь. Еще и на века хватает. Но я когда-то даже умудрилась закончить одни. Это вообще. И пожалуй будет один хайлайтер. А нет, получается второй. Потому что я страда еще упоминала. Но вот этот вот Smart Girl. Очень классный. О, страна. Хотите прикол? Страна происхождения Польша. Вот, пожалуйста. Это у меня Тон 1. То есть тот, который более теплый. Скажем так, золотистый. Я не встречала тоже другого хайлайтера. Который светился бы настолько естественно, красиво, элегантно. Это знаете, как если бы моя кожа излучала естественное свечение на максимальной громкости. Это был бы вот такой оттенок. И за это я его люблю. По моим палеткам прям явно заметно, насколько тяжело им со мной приходится. Две максимально шелковистые. Очень приятные в использовании. На каждый день. Без рыжего подтона. И две, не сказать, что бы самые бюджетные. Но если покупать, например, на мейкапе, да, онлайн. То они обойдутся вам гораздо дешевле, нежели в магазине. Первая из них от марки Max Factor. Вы будете в шоке. Насколько удачная подборка цветов. Сколько макияжей вы можете выполнить. И как это все просто произойдет. Вам нужны самые обычные кисточки. Я также оставлю вам ссылки на те инструменты, которыми я люблю пользоваться. То есть это бюджетные спонжи, бюджетные кисти. Вот если у вас еще ничего-то такого нет, то я вас уверяю, что вы не пожалеете. Если воспользуетесь моей рекомендацией, вот эти тени много раз советовала. Ими также пользуются некоторые визажисты. И почему-то они делятся информацией. Почему? Вопрос. Также часто меня просят Оль посоветую какую-то самую базовую, не слишком яркую и не теплую, не рыжую палетку. Как-то в одной из битв брендов я показывала эту палетку. Это бренд Milani. И называется она Must Have Naturals. Здесь есть все, что может вам понадобиться для базового, можно сказать, интуитивного макияжа. То есть несколько самых используемых оттенков. Интенсивный черный, серо-коричневый для складки века. Для затемнения уголка, опять же, серо-коричневый. Вот это для Smoky Eyes на большую часть века. Неподвижного наносим. В уголок глаза можно нанести один из сияющих, смешать их между собой. Можно также их использовать в качестве хайлайтера. Больше на каждый день, наверное, даже не нужно. У них очень хорошая пигментация. Они настолько мягкие, что вы будете в шоке. Я вам точно говорю. Вот это идеальные подружки для повседневного макияжа. Одна из моих любимых, таких более трендовых, но все-таки базовых палитр. Это Эвелайн Эвелин Берн. Здесь есть матовые основные, также сатиновые оттенки, так же, как в предыдущих. Но и присутствует розовое золото, медь и даже красноватый цвет для акцентов. Или для того, чтобы немножко разнообразить, сделать более интересным ваш повседневный макияж. Или вечерний, если захотите. Но если вы фанат теплых оттенков в макияже, и все, что немного рыжеватое, это по вашей части, то однозначно зацените палетку тоже от Эвелайн, которая называется Charming Mocha. Также делала на нее обзор. Сильно люблю. Мои любимые жидкие тени от марки Luxe Visage. Это их линейка Metal Hype. У меня есть целых три. Сегодня я нанесла оттенок 0.1 в небольшом количестве. На все получается неподвижное веко. Но все равно отчетливо заметно. Если наслоить, то можно сделать прям такой насыщенный макияж глаз. Но это один из самых светлых оттенков. Также розовое золото это 4. И шестерка это такая классическая бронза. Самая универсальная и не рыжая, и при этом не серая. Вот оптимальный такой цвет. Хотя, честно говоря, я хотела бы всех. Потому что кто что-то там не покажет, я думаю, и мне надо, и мне надо. Они все красивенные. Я не могу в это поверить, но мы с вами добрались до срез для губ. Мне в последнее время очень нравится использовать карандаши для губ. Таким образом, я выравниваю небольшую асимметрию. И вообще, мне так проще нанести помаду, уже особо не задумываясь. То есть, это такая филигранная работа. Нарисовала, а дальше помадой побыстричку. Очень классные кремовые нюдовые карандаши. То есть, это практически оттенок ваших губ. Есть у марки Luxe Visage. Особенно, если вы супер светлая девушка. Если у вас ненасыщенный свой пигмент губ, то обратите внимание на не рыжий, а именно такой бежево-розовый оттенок карандаша для губ от марки Luxe Visage. И это у меня тон 51. Классический нюдовый розовый, но он прям светлый-светлый, разбеленный такой. Номер 52. У меня их было много, и маме я подарила, и практически все использовала. Также у Luxe Visage есть хорошая линейка уже матовых, супер пигментированных, более насыщенных по цветам карандашей для губ из линейки Pin Up. Они такие стойкие, мама не горюй. Один из моих любимых оттенков, наверное по нему заметно, это номер 207. Они у меня были в нескольких цветах, и также я их заказывала повторно. Это трендовый такой коричневый оттенок. Я люблю сделать чуть более темный контур, и потом светлым зарисовать все губы. Но не так, как тогда, много лет тому назад, а для того, чтобы визуально сделать губы более чувственными, более пухлыми. Чуть менее темный оттенок, такой современный холодный нюд 201. С большинством нюдовых помад использую именно его. И оттенок 206 это как помада MAC Mer. То есть и розовый там есть, и красный. И также не сказать, чтобы эта помада была супер яркой. У меня есть несколько помад в похожем стиле. И вот когда мне нужно иметь идеальный макияж губ, я еще использую карандаш. Или в принципе можно его использовать в качестве основной помады. Номер 206. У марки Stellar очень приятные карандаши. Мне нравится оттенок 03. Есть еще нюдовый, но он более рыжеватый. Это автоматический карандаш. Это, скажем так, пыльно-розовый нюд. Если вы используете такие помады, и вы любите очертить контур, то обратите внимание, но у них есть и другие. Вообще слышала, что девчонки хвалят. И у марки Everline есть карандаши в дереве. Их нужно подтачивать. Сегодня у меня на губах оттенок Pink. Это номер 12. Это классический такой розовый. Все вот эти, которые я назвала, очень приятные. Они не будут тормозить на губах. Они не будут их царапать. Они плавно наносятся, они хорошо держатся. Они, ну вот такие, какими должны быть карандаши для губ. В них нет никаких «но». Просто выбирайте нужный вам оттенок, и вы точно не прогадаете. Мне кажется, о матовых помадах можно разговаривать бесконечно. Это был настолько сильный тренд, который ввел это средство в наши с вами косметички. И многие уже не представляют себе лаковые помады, кремовые помады. И что-то такое блестящее, липкое, увлажняющее подавать только матовую помаду. Два в одном. И карандаш, и приятная, легкая такая вельветовая формула у карандашей от марки Bourjois. Я показывала вам несколько из них в действии. Еще не смогла найти у меня есть такой очень красивый современный красный. Он супер стильно смотрится даже в таком самом обычном макияже. Там легкий биби-крем, ресницы, брови и этот красный цвет. Я напишу обязательно название внизу. Они стойкие, они супер пигментированные, они легчайшие на губах, они не пересушивают губы. И удобно все это можно накрасить, потому что это такая форма более толстого карандаша. Но спокойно прокрашиваешь контур и закрашиваешь все остальное. И оттенки сумасшедше красивые. Вообще марка Bourjois славится своими средствами для губ. И честно говоря, если бы я искала какую-то помаду, в первую очередь я бы обратилась к стенду Bourjois. Сегодня, например, у меня на губах также помада от них. Это оттенок Nourist 07. Но как видите, это не совсем нюд, это более розовый цвет. Но при всей моей нелюбви к розовому, это тот цвет, который я на себе люблю. Вот у них такие подтоны, такие цвета, которые делают нас красивее, свежее. И смотрятся вот нормально, да, даже если это супер яркий оттенок. Очень удачная матовая помада от марки Vivienne Sabo. У меня была практически вся линейка, но многие из них разошлись по моим подружкам. И они им очень нравятся. Я же оставила себе самый горячо любимый. Такой холодный пыльно-розовый в оттенке 31. Еще где-то 30 есть. Он прям такой трендовый, холодный. Если до этого вам все матовые помады стягивали губы, то вам по этому адресу они очень нежные, как суфле. Лаковые помады. То есть такие более пигментированные блески. Мне очень нравится вот этот вот Golden Rose. Много раз хвалила их линейку Vinyl Gloss. И самый любимый оттенок это 02. Такой холодный, немножко розоватый нюд. Не рыжий. Также бомбическая линейка у Luxe Visage. Называется она Glam Look. Очень удачные, красивенные оттенки. Я постараюсь найти те, которые у меня были раньше. Из новых у меня есть два, которые мне приглянулись. Буду также их показывать в своей весенней подборке. Шикарный коралловый цвет, который прям ассоциируется у меня с теплыми днями. Это номер 218 Malta и Monte Carlo 215 розовые. Очень хорошо ухаживают за губами. Как вот эти от Golden Rose, так и вот эти от Luxe Visage. Насыщают их. И даже когда у вас съедается, стирается эта лаковая помада, то они остаются, губы ваши, да, остаются такими пухлыми, насыщенными, напитанными. Обалденные. В последнее время мне как-то больше хочется именно не матовых текстур, а чего-то с уходовыми компонентами, чтобы было два в одном. И цвет, и увлажнение. И вот эти от Evelyn из линейки Magic Loss, очень часто разложены по сумочкам. Они делают все то же самое, что предыдущие, но по текстуре они менее плотные, чем два предыдущих. Когда мне совсем не хочется краситься, но губы и брови я выделяю. И чаще всего это какой-то карандаш или тени для бровей. И вот такой оттеночный блеск. Чуть не забыла о тушах. Я могу назвать три моих любимых производителя. Это Vivienne Sabo и знаменитая Cabaret в золотистой упаковке, классическая. Вообще я люблю туши именно с силиконовой щеточкой. Такая щеточка хорошо разделяет мои ресницы и укладывает их в одном направлении, потому что они растут вообще как-то так совершенно по-разному. И у меня ресницы непослушные, хотя может казаться, что они всегда одинаково приблизительно лежат. Нет, это не так. И многими тушами я не могу нормально накраситься. После некоторых вы могли бы меня реально не узнать. А с этими тушами у меня всегда насыщенные ресницы, большие. Я люблю большие ресницы. Кто бы что ни говорил, длинные, большие, изогнутые ресницы. Это моя тема. И мне нравится еще Luxe Visage XXL. Черная с красными буквами забыла заказать на мейкапе. Но это одна из самых крутых тушей, которая когда-либо у меня была. И еще Evelyn недавно докупила себе вот такую. Называется она Volume Celebrities. И когда-то она была в моих видео, я ее часто покупала. У нее силиконовая такая щеточка. Дала попробовать маме. Она говорит, мне такая тоже нужна, потому что она дает свет. Она держит изгиб. Она не осыпается. Но все бюджетные туши служат мне где-то полтора месяца. Может два от силы. Вот и вообще туши у Evelyn мне тоже нравятся. Еще такая желтая. Я весь прошлый год ее показывала. Но решила переключиться на эту. Столько лет она в портфолио бренда. И до сих пор она такая же крутая. Мне нравятся более влажные, обволакивающие туши. На этом мы будем заканчивать. Я на славу сегодня поработала, потому что я достала действительно все то, что проверено временем. То, что я люблю, чем пользуюсь. И что готова посоветовать вам, моим виртуальным подружкам. И что делаю также в реальной жизни. Даже косметика уже не выдерживает. Так много минут болтовни. Все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.